Диана Овсянникова Подразделение было Вороновское. Именно оказывали помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. После окончания, после того, как госпиталь был расформирован, устроилась в Одинцовскую областную больницу. Это около двух лет назад. И, собственно, вот с тех пор дружусь. Раньше жить приходилось на съемном жилье. Но при трудоустройстве в Одинцовскую больницу Диане в отделе кадров рассказали о региональной программе социальной ипотека. Посоветовалась с мужем. От такого заманчивого предложения решили не отказываться. Даже если очень много работать, приобрести квартиру самостоятельно, все это понимают, достаточно сложно. Мы с мужем мечтали о своем жилье, так как приходилось жить, естественно, на съемном жилье. И программа позволила нам приобрести собственную квартиру в Одинцовском районе, недалеко от работы. К слову, на социальную ипотеку могут рассчитывать не только врачи, но и учителя, молодые ученые и другие уникальные специалисты. Проценты по кредиту оплачивает участник программы, а первоначальный взнос и основную сумму – правительство региона. Кто пришел? Соня, моя милая, мне пришла. Милая, маленькая, пришла. Самые долгожданные гости в доме Дианы Овсянниковой – дочь Камила и внучка Соня. После переезда у бабушки бывают чаще. Появилось и место для хобби. Теперь хозяйке есть, где разложить кисти и краски, чтобы порисовать. Впрочем, над обустройством новой квартиры еще предстоит поработать. Но эти хлопоты исключительно приятные. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».